проезд оплачиваем сдержав отвращения поднял глаза на и физиона если холдов приездной монстр вертел своих учащих проездной течение целые минуты не меньше такие тут недействительное проезд оплачиваем интересно проездные для ада вообще существует впрочем не успел об этом подумать как почувствовать себя странно легкий холод пробежал по моей коже и так легкий ход пробежал по мою сильной кожи вокруг меня чего возникать синего 3 сияние то все на существует кого вот и приготовившись принимать оплату за проезд на этом долбаном автобусе и покрепче девушку замку за круглого глоткой ты бабы не самое приятное зрелище к тому же с частью души расстаюсь можно и вечно подумать если закрытыми глазами ищих воду окружающего сияния сжимающую молодой и сидел закрытыми глазами щек воду окружающего сияния сжимающую молодой неглупой девушки тоже чертовски холодное жесткое сиденье боль в висках остальные метод попросту перестал существовать я попытался представить что-нибудь отвлеченное у меня никак не получалось продолжать сидеть во тьме не видя картинок перед глазами душа а если она у меня вообще интересно я чувствую такую пустоту внутри что сервис в этом сомневаюсь может и хрен бы с ней очень наверное разницу я сейчас почувствую на себе окружающий холод усилился я понял что чудо конструктор уже включил режим пылесоса гряны все огнем вот прикрытийся вместе с ними частичность их его головная боль верно у бездушных людей она вообще не болит вот и пригодился вместе с ними частичность их уголовная боль наверно у бездушных людей она вообще не болит страна но после данной процедуры даже немного осмелел хоть к самому дьяволу идите какая разница то ну да зато работодателя месячный отчет можно не писать мятка глаза вокруг по-прежнему галдели паникующие люди девушка сильно полубоком спиной прижавшись к полоса страхом глядя то на меня то на кондуктора но еще надо на гигантской фигуре вытянулась девушки попятившись отзывающей фигурой еще плотнее прижался к девушке неожиданно девушка отпустила мою руку резким движением она прижалась лицом моей рубашки крепко обняв меня рубашка народно резким движением напряжаюсь лицом к моей рубашки крепко обняв меня она все дорожало и не знал что мне делать так надо вернуть черт почему я могу просто действовать инстинктивные иди используя логику я внимаю мертвую девушку за спиной черт почему я могу просто действовать инстинктивно везде используя логику я внимаю мертвую девушку за спиной место и чудовищных размеров форм чудесу существо пытащийся похвятить частью души прелестно а это типа издевается наверно просто через души высасывают надо прелестно девушка слипила и тряслась то время как вокруг нее также возник все тот же синий огонек здесь который исчезла в пасти монстра огонь показ и кондукторша пошла дальше на девушку все продажало трясти кондукторша шла вдоль салона собирай четверянки душа девушка продолжал плакать потихоньку успокаиваясь поглаживаю волосы и гладила на ухо что-то тихо и не связано чтобы успокоить она подняла заплатанные глаза и огонь вокруг тебя так много огня было нет я решите не понимаю чего на говорить так испугалась сияние яркое вокруг тебя подождите синий сияние 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 типа блять как это сказать она топнула и я чуть-чуть нифига не понимаю подождите синее сияние она топнула дать самый хвост я чуть-чуть нифига но как тебе она хочет сказать что я пока сидел за пятыми глазами вокруг а отойдет меня чудовище это стоял пароходе на за фигурку кондуктора его было почти не видно судя по хрипу ватум голос он принадлежит мужчине лет 30 и 40 на душа бесценная не даме никому особенно что за разовсе глухой звук падения судя по всему взгляд водителя парализовал его ноги ух ты судя по всему взгляд водителя парализовал многие как тогда это сделал со мной и бедняка повалился на пол бесценно значит до чего ты достиг жизни за свои годы старикан произвел это с такой неописуемой надменностью в голосе что захотелось спрятаться я художник у меня талант ты это из-за плене вылезал последний месяц ты прошу и тоже и сегодня начал новую жизнь почти начал поймите ничтоже что как и все здесь салоне по весу тяжелая пауза слепая девушка осушила весь этот диалог разыграны водителем и страдающим как длине и горе художником последнее же слово поверливее оцепенение уничтожен сейчас мораль вы узнаем последнее слово поверливее в оцепенении тяжелая пауза на решена салон была требована громогласной бабище которая вернулась к исполнил своих прямых обязанностей по сбору душ кондуктор шепотерзала художника и его соседа и пошла дальше оставив их сидящими страхи был меня что-то под нос еще вокруг люди постепенно оживлялись надежка все молчал смотря куда-то сквозь людей это меня же начинал беспокоить когда на другу заговорила как ты считаешь человеческая жизнь имеет цену смысле значимость ну да значимость важность последний месяц и не в этом сомневаюсь почитай хотя бы какого-нибудь ницше если не жалейши смерти рано или поздно я бы все равно особое достижение значимо для чувства целом я тоже не в состоянии совершить так какая в общем разница для истории но тоже личность же тебе не страшно что я сущность исчезнет вечно и никогда не повторится я всего лишь человек и мне совершенно нечем гордиться и настолько обычен что без меня никому не станет хуже я хотел был продолжать на друг замок и когда я успел стать таким циничного безразличным даже к самому себе потом скажет людей зону убил массу держи но как давно и перестал считать себя кем-то из не выделяющимися я не был таким и стал закруглаза и напрягся этот раз меня почти сразу кружево видение деревенский пейзаж окринания большого поселка маленький мальчик один носится по берегу пруда я пижок женщина увлечена болтает сидя на скамейке в тени толпа детей проходит мимо а я думал с ними прийти чуть-чуть ладно толпа детей проходит мимо кто-то хотел было крикнуть гадость играющему парнишки она испуганно облинулась на барок и попился с толпой дальше не перевалились за холм и какой-то время картина просто поражает меня противоречивости радости ребенка и полное отсутствие событий они переваливают за холм и какое-то время картина просто покажет они переваливают за холм и какое-то время картина просто поражает меня противоречивости радости ребенка она отсутствует событий на холме появляется получить пару силуэтов ну как это подождите не они переваливают за холм а ну ладно хорошо наклоняется пару силуэтов ребенок с криками бросается навстречу ну ладно мои приехали живая женщина встает и ковыляет тоже 100 детства как бесконечно далеки сейчас отменяйте дни лишь одна не изменилась мы безразличия к людям дети не любили меня потому что чувствовали насколько они мне безразличны я не стремимся подстраиваться под их лидера или руководить ими самому не то чтобы я считал себя каким-то особенным просто я знал что они другие люди мне некоторых не отражается на мне виде ослезаемых вещей а косы взгляда меня не волнует дети меня начали сторониться на любви тепла родителей мне вполне хватало и не думал что когда я когда-нибудь вырасту и вместе с массой тела высито потребность тепле и от кого за вернувшись и реальность окатила меня отчаянием с ног до головы смыть сверхие краски извини я увлекся конечно личность имеет ценность девушка едва заметно улыбнулась просто художник но нельзя так возвышать себе нет ты все-таки еще не понял я захчел в животе действительно ведь ничего не ели уже давным-давно и водитель том числе если он хотя бы частично счет то наверняка ему захочется сделать привал какой-нибудь стоп мы в аду какой нахрен плавал с перекусом тем временем кондок так что уже обработала беднягу и художнику тоже давно более того осталось всего несколько пожар пассажиров взглянув на эту тушу я развеялся сомнение тут куску взглянув на эту тушу я развеялся сомнением это кусок шика просто обязан чем-то питаться последний пассажиров все никак не хотела давать часть своей души боя только не отойдет меня тварь она размахивала км пытаясь оттолкнуть ужасного кондуктора от себя ты не смеешь она моя моя я ни с кем не на вере делиться душой водитель до этого миг на подсоскивающий пальцем и повалю повернулся к скандалисту что у нас тут это же классический случай проявления банальной человеческой жадности какая медлость старик едва слышно щелкнул пальцами тишина очередная газ навещая на салон продержалась недолго внезапно в потолоке автобуса скрежетом раскрылся люк а не имев пассажир начал подниматься воздух и исчез в открытом люке мы им займемся ничуть и оставшиеся пассажиры не замущались добровольно расстались 4 7 душ можете ехать дальше главная дорога закрыта вам цели западных обвес я чувствую голод сию я чувствую голос всех жалких людишек забыть и рядом заправка есть чудесная кафешка соня раздались вас гусс одобрения нет я с вами не поеду дела у меня тут с этими с вами она вышла когда мы трогались кондуктор шамахала нам свой жирного пищей водитель повалю почему-то стучать перестал . . водители потянулся к грудному карман и достал пачку прямо и бензиновую зажигалку выспушка света светил лицо покрыто похожими на триктонические разлома морщинами и чуть смятую сигарету торчащий из узкого рта причудливо непристойной ломаной линии отблик света отразился в глазах старика наполнив их призрачным пламенем пляшущим на радужках глаз стройка дыма закружилась медленным танцы озаренная огоньком зажигалки как космическая туманность подсвеченная изнутри пылающей звездой зап на я понял как прекрасно эта картина видео всюду мельчайший подробность заточена хмурое лицо шофера мягкую протертую кожу на подлокотнике сиденья блики света на грязном секре эротический танец клубящегося табачного дыма эротический танец клубящегося табачного дыма как можно понять по дыму то что он эротический танец имею ввиду ну вы поняли как это вот так далеко на то же время так близко окружающие пассажиры тихо двигались переговорились наполняя шорохами наполняя шорохами подсвеченную янтарным электрическим свету тьму вокруг водитель отвернулся и видение кончилось девушка снова сдрогнула посмотрела на меня ты видел ты тоже почувствовал не успел ответить и двигатель автобуса заверил оглушительно салон затрясти как улег лихрадки кто-то сзади закричал автобусы ронул перед водитель издал хриплый победный рев похоже на крик чтобы не упасть вместе с пишешься меня попутчица я схватился за тускую блестящие от миллиона державших за него руку деревянный поручень когда там автобуса быть и деревянный поручни внезапно мысли как отрезала за окна меня все крутящийся вующий мрак наполнить десятками горючих пронести на умных глаз объездная дорога безо всех них очень жутко петляло водитель не накурил курил парк водитель не накрутил баканку я гуляю ясно через непроглядно собрать на свечи эфементной придорожной кафешке ты думаешь что нас ждет впереди не знаю наверное придется отдать какую-то честь души за езды за еду я попался с рисунки и выводил оттуда старенький блокнот имена телефоны схемы архитектуры сегментов сети рисунки название фильмов и подождите имена телефоны схемы архитектуры сегментов сети рисунки название фильмов и книг бесчисленные отпечатки напросто прожитой жизни доказательства моего существования пропавший измер людей вместе со мной делал карандаш совершен нарисовать что-нибудь может быть нет все не так гонили завершитель ничего путного это повесил карандаш в руке а девушка удивлена смотрела на мое оцепенение цвета спины настоящего еще бы как-нибудь выкрутился на меня на к не песни мы ступор внезапно с первых ряда донеслись и радостного сброса свечи на покажи в таком месте у нас точно покачиваясь в противофазе с автобусом выплывал сам обыкновенно макдональдс эй да у меня в кузьминках рядом с домом почти такой же смысл эй да у меня в кузьминках рядом с домом почти такой же все вот так неожиданно все к сожалению автор этого рассказа он живу вот оба в истории на этом моменте про макдон блин серьёзно приемы да ладно все были реально мне так хотелось еще к сожалению автор этого рассказа жилу бот оба в истории на этом моменте продолжать он ее не захотел существует фанатская продолжение на мне хотелось передать вам оригинал этого рассказа хотите ли вы прочитать продолжение не от автора дело ваше но я то что хотел сделать сделал и здесь я исчезаю да вот так вот мне неожиданном моменте и другие друзья заканчивается история о попадании человека 410 автобус который вез людей в ад но скажу сразу то что мне действительно понравилось как виду конечно нет чего-то блин не хватало я не знаю что что-то казалось мне что чего-то идут не хватает серьезно серьезно фанатское продолжение может прочитать хотя хотелось бы от лов бота от того же человека который создал как бы этот рассказ и как бы дачу он прочитать но ладно что есть то и есть я вам показал рассказик рассказик собственно да да мне понравилось вот скачиваете модификацию стиме прикройте это все-таки истоки бесконечного лета потому что 4 вот это шокотов бесконечного лета но уже написал этот рассказ сергей бог суток графировал а вообще автобус какой-то потом при фотошопе ли на и чане лет вообще на и чане по-моему надпись 410 и автобус отправляется в ад вот так вот и потом рассказ появился на всем конец такой главный герой доезжает до макдональдса я правда не понимаю как эти события связаны типа где этот автобус находясь о каком измерении то бишь как бы может фанатская там может переиздание посмотреть я могу переиздание прочитать в общем следующем ролике надо прочитать переиздание это оригинала читала и надо переиздание мода того прочитать еще будет кстати тоже интересно там что-то добавлено я не я не знаю что но я видел переиздание сначала был подумал давайте оригинал сначала как бы стала модификацию посмотреть собственно вот выиграли о вот еще сделать чем classic фонд кстати ну тот сборник где находится именно игра вот эти вот свеча на там пьера бесконечное лето там демка и тому остальное ладно понравилось читайте на этом пока наверное все так все наверное а что еще делать спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и жмите на колокольчик шуметь не интересно потом еще найдем по играм а пока что от автора лобота хотелось бы все таки услышать что же дальше происходило когда автобус приехал к макдональдс и вообще такой макдональдс блять мы в отъедем не понимаю честно вот сейчас учет и не совсем четко понимаю как они как этот автобус едет что-то непонятное что-то вроде этого мы сели на земле начали ехать дальше врезали стену прошли через эту стену и выходит умерли а потом какая-то жирная кондукторша выходит а потом опять и пути путь прошли через херню то вернулись на землю что ли там опять поехали по москве что-то короче не дописано пока непонятно ну ладно было и весьма интересно надо писать и ставьте лайки все пока подписывайтесь и ставьте лайки подписывайтесь и ставь кто не не поставит будет сосать